Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных противостоянию православной церкви, страстям и недугам мира сего. О встречах по пятницам при православных храмах и о движении Ростов без наркотиков в нашей сегодняшней программе. Наркомания, пьянство, токсикомания. Каждый год эти пагубные страсти наносят по демографии современной России сокрушительный удар. Для противодействия им в Ростовской надонной епархии создан специальный отдел. В рамках работы социального отдела действует кризисно-реабилитационный центр. С зависимыми людьми работают священники, православные врачи и психологи. По благословению архиепископа Ростовского и Новочеркасского Пантелеимона уже более полугода проходят встречи референтов движения Ростов без наркотиков с молодыми людьми, страдающими наркотической, алкогольной, игровой зависимостью. По пятницам на подворье Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы и Свято-Константина Еленинского прихода в Новочеркасске приходят десятки людей. Чьи-то отцы и матери, дочери и сыновья, люди разного возраста и профессий. Каждый из них так или иначе причастен к беде, которую приносит в семью страсть. Страсть к наркотику, алкоголю, азартной игре. Благодаря благословению владыки Пантелеимона, которую мы получили летом 2007 года, была организована организация областная Ростов без наркотиков. Эта организация имеет цели помощи наркозависимым и людям, страдающим недугом игромании и алкоголизма. Сотрудниками этой организации осуществляется профилактика учебных заведений, воинских частей и также мест лишения свободы. Те люди, которые когда-то в прошлом занимались этим, нашли силы в себе, с помощью веры в Бога и православной церкви, они бросили, завязали. Они стараются просто рассказать молодым людям, чтобы они не попали, когда им предложат или папиросус нашел, или шприц с наркотиком, чтобы они отказались от этого. Также мы занимаемся тем, что посещаем притоны, посещаем варочные. Мы на местах сборища наркоманов, мы стараемся им рассказать о том, что можно завязать, бросить. И те люди, у которых есть желание, мы направляем в консультационный пункт, который расположен в Ростовской епархии. Каждую пятницу, в воскресной школе с 6 до 8, мы принимаем здесь и стараемся общаться с людьми, с родителями. Семья, согласно православному вероучению, призвана быть малой церковью. Соответственно, любые настроения в семье сказываются в первую очередь на детях. Речь не только о неблагополучных семьях. Напротив, ребенку могут быть созданы чрезмерно комфортные условия, когда он ни в чем не встречает родительского отказа. Ведь для каждого из нас свой ребенок – самый лучший, любимый, все для него. Только развивайся, делай то, что тебе по силам. К сожалению, не каждый использует благоприятные обстоятельства для духовного развития и реализации творческих планов. Случается и обратное. Татьяна Григорьевна с болью рассказывает, как ее сын Федор, студент театрального училища, все глубже погружался в пучину наркозависимости. И только встреча с православными людьми из движения «Ростов без наркотиков» помогла изменить ситуацию и предпринять шаги к исцелению. Началось с 12 лет. Ребенку было 12 лет. Заметили запах клея. Потом был бензин, потом были таблетки. Бились, как могли, и к врачам. В самые лучшие клиники, самые лучшие врачи. Театральное училище, что там, дети богема, продолжение то же самое. Вот стали тяжелые наркотики, пошли в ход. С таблеток он перешел на героин. И опустился совсем до такой крайности. Разные варианты предлагали. Кто по бабушкам ходить, кто секты всякие. Их очень много. Нет, я человек православный. И благодаря тому, что случилось с моим сыном, только больше укрепилось в вере. Мы долго искали этот храм. И как-то вот именно по вере Господь раз и привел. Сосвоилась с ребятами, с референтами. И с тех пор все у нас началась другая жизнь. Понимаете, ребята не бросали ни одной минуты. Меня было очень, конечно, тяжело. Сколько больниц мы прошли, сколько психоневрологических диспансов он как раз у меня там лежал в это время. И в невменяемом состоянии он и там был. Ребята к ним туда ходили. Они вперед меня кидались помогать. Они были просто няньками. Сейчас у нас уже прогресс. Он переведен в более сложный центр. Он находится в станице Темнолесской. Все у него замечательно. Я вот недавно у него была. Ну, молимся, радуемся. Петр – уроженец Новочеркасска. Из наркотического плена, в котором оказался, он пытался выбраться не один год. Любовь Константиновна, мать Петра, говорит, что сын все время интуитивно тянулся к Богу, к вере. Даже страдая от наркотиков, посещал различные религиозные собрания и встречи. Но избавления не происходило. Оно стало возможным лишь в лоне Святой Православной Церкви. Когда мы узнали с отцом, узнали о этой беде. Конечно, что только не думалось, что только не делали. То есть в домашних условиях мы пытались как-то повлиять. Морально там беседовали. Отец там строго, там и ремень был, и скандалы были. Все. Но это, конечно, ничего не действовало. Абсолютно. Мы люди православные. И все-таки хотелось... Вот вера была, видимо, от православного, уверования от Бога нашего. И Петя поехал туда, братство, православное братство. Он находился в Ставрополе. И он говорит, мама, я не могу молиться на воздух, я не могу молиться на образные иконы. Я могу видеть только перед собой что-то, молиться и верить в это. Как-то вот это произошло в душе. Он остался там, в Ставрополе. И это было исцеление уже полностью, исцеление души и разума и всего. И потом он перешел водителем работать. Так, милостью Божией, избавление Петра состоялось благодаря личному воцерковлению и православным людям из движения Ростов без наркотиков. Сегодня у него есть крепкая семья, хорошая работа. А ведь еще недавно все было иначе. Бывший наркоман, кололся долго очень. И надо было как-то выбираться из этого омута, потому что надежд уже никаких не было. Вот, и получилось так, что познакомился с ребятами, тоже мои старые друзья, там, кололись. Но они как-то избавились там или пытались избавиться. И говорят, ну, ты хочешь бросить? Я говорю, ну, любой хочет бросить. Говорит, ну, пойдем с нами. Ну, собрался, да, собрался и поехал. И вот я так и ездил раз, наверное, 8 в течение нескольких лет. Вот, ну, то приедут, то уедут. То есть, знаете, как для... То же самое, что кто-то в больницу ездит, а кто-то ездит туда. Вот, и уже, конечно, не было никаких надежд, уже закалывался. После последнего подъезда, приезда уже все. Тур через знакомых, одну маму и знакомую, узнали, что есть в Ставрополье русский православный центр. Вот, это тогда еще центр, сейчас уже другое. Вот. И думаю, ну, поеду. Может, получится что-то. Вот, и поехал с первого раза. И по сей день. Все прекрасно. Узнал Бога. Ходил в храмы. Там для меня было как-то намного спокойнее. Заходишь, иконы, святые, лики. Ну, чувствуешь себя намного ближе как-то, чем, знаете, стоят люди в помещении, кричат и там машут руками. В храме у меня получилось все-таки услышать. Бог услышал и поставил меня на верный путь. Петр и Валерия женаты уже около двух лет. Поначалу для родителей девушки известие о том, что дочь выходит замуж за бывшего наркомана, было шокирующим. Но вера, надежда, любовь превозмогают все. Моя крестная была вообще в очень большом ужасе. Она стала говорить, что это, ну, вообще неправильно, как бы, забудьте, брось, потому что, ну, ни к чему хорошему это не приведет. И что эти люди вообще, в принципе, ну, не излечиваются. То есть это, ну, на всю жизнь. Ну, мама тоже, конечно, она была против. И, ну, как-то я втайне все равно встречалась, а потом уже просто сказала, что мы повенчались. Наркомания, как и всякая другая страсть, болезнь духовная. Следовательно, и избавление от нее должно идти прежде всего духовными путями. У Бога ничего случайного не бывает. Мы родились и выросли именно в этой православной стране. Значит, именно в православии каждый из нас может найти то, чего ищет. Крепости в вере, мужество в житейских невзгодах, помощи в преодолении страстей и недугов. Субтитры создавал DimaTorzok